Привет-привет-привет, песеры, с вами Морж. Что-то я опять в лентяя играю, видео не выпускаю, но тем не менее выходные вполне себе хорошо провожу. У нас понедельник, у нас 19 сентября на календаре, а значит новые соревнования появляются в игре и конечно же появляется селекция Ювентуса. Значит по соревнованиям, у нас здесь матч с ботом, нужно набрать 1500 всего лишь очков и получаешь за это все дело 30000 гп и собственно номинальный контракт на 4 звезды. Вполне себе неплохо, проходится легко, тем более вы можете поставить, чтобы за вас сам компьютер играл и просто нужно потратить на это время. Ну и конечно же селекция Ювентуса, наконец-то хоть более-менее известного и популярного клуба, потому что ну бетисы, ну вы сами понимаете, мало кому было интересно и мало кто конечно все это дело открывал. В принципе для пк и консольщиков хороший вариант, потому что у нас мобильщиков обычно гп до хрена, вот мы сами можем купить и обычные карточки и какие-то другие карточки, а здесь когда гп малое количество, конечно можно за золотом чего-нибудь хорошее поймать. Конечно само собой стоит выделять Влаховича, 21 уровень у него всего, то есть 20 прокачается, 40 статов раскидать, тут смотрите и скорость и ускорение, сразу есть и реализация умения атаковать, плюс Влахович здоровый, короче карточка очень даже хороша, обычно его карточка мне заходила. Также я бы выделил конечно же Локотелли, мне он на компьютере выпал по моему в самом первом паке он был, вот и в принципе мне понравился он как опорник, вполне себе надежен. Ну и конечно же Маккенни, тут у нас такая лайт версия Матеуса, разве что без пушечного удара, то есть и бежать может, и в защиту может, и пас может отдать, очень хорошего или универсала из него можно сделать, а можно наоборот заточить под какие-то конкретные собственно задания. Как обычно в описании, в закрепленном комментарии ссылки на мой телеграм, там я пущу новости и всякий бред, и ссылка на мою личку в телеграме, если ты хочешь задонатить на андроид с российской карты. Пиши, разберемся, а у меня тем временем открывается первый пак, что у нас здесь будет, 5 звезд, уже хорошо, ну что ж, порадуйте меня, порадуйте, а меня порадовать судя по всему не хотят и выдают мне Харламова. Да, никто не знает почему Харламов, но блин, ну похож, ну похож и ничего с этим не поделать. Честно мне выпадает, в принципе достаточно неплохой вратарь, за обычную карточку я его играл, 196 сантиметров, это конечно прекрасно, вот, но не люблю, не люблю я стиль атакующий вратарь, мне все-таки больше по нраву обороняющийся. Ладно, первый пак пока что, ну не совсем туда куда нужно, но конечно Канами все-таки радует, что теперь у нас с этих паков не выпадают дубли, что конечно очень-очень здорово. Ну и само собой нужно ждать команду недели, к сожалению здесь нам бесплатную попытку не дают, хорошо, что хотя бы на команды недели нам дают бесплатную попытку крутануть. Многие забрали бесплатно сотову Леву и я думаю он их радует. Так, Брэмор мне выпадает, ну тут наверное, наверное вообще все плохо, все плохо, все плохо. Не хотел я абсолютно эту карточку и одна попытка у меня остается, хотя в принципе ему ускорение до 70 очень легко будет поднять, чтобы была 70 скорость, 70 ускорение, подтянуть защиту. Корпус есть, а головой играет, не знаю, протестирую, протестирую, может окажется действительно неплохим игроком. Ну и последняя попытка у меня, давайте крутанем и посмотрим, чего здесь мне хорошего выдаст, надеюсь все-таки чего-нибудь хорошего выдаст. Я бы в общем-то не отказался от Влахи, почему бы и нет, люблю больших нападающих, а Влаха, как вы знаете, метр девяносто, там все с этим хорошо. Пять звезд, Италия, ну и кто же тут будет? Будет, нет, Влаху меня не выдает, зато мне выдает Маккенни, тоже очень даже неплохой улов, говорю, что крайне универсальный полузащитник, которого реально можно и как универсала раскидать, или наоборот сделать ему упор, допустим жестко сделать пас или жестко сделать защиту. Я думаю он мне понравится, я думаю он меня порадует, тем более стиля штрафной до штрафной, прям все как я люблю. Ну, роста можно было бы конечно побольше, но тут уж шо поделать, шо поделать. Ладно, в принципе уловом, ну не то, чтобы сильно прям мега я доволен, но более-менее, эпики Милана у меня записаны и есть, но с ними надо поработать, наверное сегодня этим и займусь. Пиши открывал ли ты этот пак или нет, кто от тебя выпал, я тебя с удовольствием поздравлю, ну или посочувствую. На этом прощаюсь, ребят, как всегда морж, как всегда, пока, пока.